Сегодня в программе научимся распознавать нежелательные ингредиенты, если таковые добавляет в свою продукцию производитель нашего любимого творога. Побываем на дегустации шоколадного молока. Узнаем, где распечатать портрет воевавшего родственника к предстоящему Дню Победы. И выясним, правда ли, что на производство килограмма копченой колбасы уходит полтора килограмма мяса. Творог, богатый белком, аминокислотами, витаминами и минералами, укрепляет кости и зубы, улучшает состояние кожи, ногтей и волос. Однако его качество порой оставляет желать лучшего. Иногда производители добавляют в продукт консерванты, чтобы удешевить его или увеличить массу. Узнать, натурально ли творог перед вами, можно с помощью двух проверочных тестов. Первый тест, который мы рассмотрим, это для определения наличия крахмала в твороге. Для этого нужно в творог капнуть немножко йода. И в зависимости от изменения окраски цвета, мы можем сказать, будет ли, есть ли в этом твороге крахмал. Изменения расцветки творога в наших образцах не произошло, значит, крахмала в этой продукции нет. В случае, если происходит изменение расцветки творога на синий цвет, в таком случае в этом твороге добавлен крахмал. Его добавляют для изменения консистенции, а в данном случае для такой некой фальсификации творога с целью увеличения его объема. Второй тест проверит, содержит ли творог растительные масла. Для этого продукт погружают в кипяток и аккуратно размешивают. Качественный творог под воздействием температуры утонет в воде или свернется в плотный комочек. Плохой же практически растворится, оставив только мелкие мягкие сгустки. По итогам нашего маленького исследования практически все образцы утонули. У образца 2 у нас чуть-чуть есть несколько зерен на поверхности, что косвенно может указывать о том, что в нем, возможно, содержатся растительные жиры. Так как растительные жиры дешевле, это удешевляет себестоимость продукта. Если сомневаетесь в качестве творога, который покупаете каждый день, проведите такие тесты дома. Кстати, это не займет много времени. На наш эксперимент ушло примерно 20 минут. Уважаемые покупатели, приглашаем вас на дегустацию молока шоколадного. Молоко шоколадное торговой марки «Хароль». Изготовлено из натурального молока, без красителей и консервантов. Полезное с приятным. Если даже маленький ребенок с классическим молоком на «вы», то оригинальный шоколадный вкус его может заинтересовать. И тогда организм получит порцию калия, который так необходим для работы сердечно-сосудистой системы. Школьникам стакан необычного напитка поможет снять умственное и эмоциональное напряжение после уроков. Да и взрослым он поднимет настроение. Очень вкусное. Приятно. Детишкам вообще будет отличное. Да и бабушкам тоже. Я внучки вот беру. Хорошо. Да. Вкус чувствуется. Прям шоколад. Очень вкусное. И где можно купить? Хорошо. Сейчас купим. Мне очень понравилось это молоко. Оно вкусное, натуральное. И должны все это пить. На прилавках магазинов этот пастеризованный молочно-шоколадный напиток – новинка от приморского производителя. Его жирность – 2,5%. Срок годности – 10 суток. Изготовлен на цельном молоке. В составе никакой химии, все натуральное. Хранить его нужно только в холодильнике. Как вам молочко? Сегодня в другом магазине ребенку купила такое. Мне очень нравится. Напоминает вкус молочного шоколада. Кто любит молочный шоколад, тем очень подходит. К тому же сделан из натуральных продуктов. С дегустацией нового продукта от Харольского молочного завода без подарков не ушел никто. Всем вручали мини-шоколадку и фирменный магнитик. Смотришь на него и вспоминаешь, что в холодильнике чего-то не хватает. Игорь Кочетков принес в типографию «Макс Принт» фото своего деда-фронтовика и заполняет в анкету краткие сведения о ветеране. Здесь делают транспарант, с которым можно будет 9 мая пройти по центральной улице Владивостока вместе с другими приморцами в шествии бессмертного полка. У меня, во-первых, несколько ветеранов. Один из них погиб на войне в 1941 году, в самом начале войны. И этот другой дед, он в звании майора дослужился до конца войны. В 1918 году уже ходил с портетом деда Петра, ну, надо с портетом деда Павла пройти для полного, так сказать, для полной справедливости. Если выбирать между предками не хочется, здесь могут напечатать на одной табличке изображения нескольких фронтовиков. В типографии «Макс Принт» для участников шествия «Бессмертный полк» делают и вертикальные, и горизонтальные транспаранты. А еще можно выбрать цвет фона для фотографий на табличке – зеленый, желтый или красный. Типография «Макс Принт» – официальный партнер Всероссийской акции «Бессмертный полк» во Владивостоке. Для ее участников здесь специально разработали конструкцию из прочного пластика. Она легкая и долговечная. Транспарант, который мало весит, прекрасно гнется, не боится никакого ветра, он не ломается. Мы используем высококачественную печать на пластике, которая не выгорает на солнце, долго держится, не боится никаких погодных условий и вообще ничего не боится. Она там не сотрется, если даже дождь будет лить, ничего не случится. Типографии «Макс Принт» на «Авангарде» делают транспаранты для «Бессмертного полка» второй год подряд. В 2017-м изготовили более 500 штук. В этом году готовы увеличить объемы производства, если будет спрос. В какой колбасе больше всего мяса? На самом деле первое место среди колбасных изделий по праву занимают сорокопченые деликатесы. Их высокая цена в среднем 800 рублей за килограмм не случайна. По классической рецептуре мяса здесь должно быть больше всего, причем высших сортов. Технология изготовления сорокопченых колбас самая сложная. Чтобы продукт получился качественным, требуется полтора месяца. Мясные батоны сначала подвергают холодному копчению, а затем длительной сушке. Благодаря этому сорокопченая колбаса имеет плотную консистенцию, острый запах, солоноватый вкус и высокую питательную ценность. И хранится гораздо дольше, при минусовой температуре до 9 месяцев. Достаточное количество продукта получается путем ферментирования. И все микроорганизмы, которые входят в состав продукта, они угнетают гнилостную микрофлору, патогенную микрофлору. Таким образом продукт долгое время хранится, не портится и является качественным на протяжении гарантированного срока годности условий хранения. Но если в погоне за экономией недобросовестные производители вместо мяса использовали соевый белок, а для быстрого созревания ускорители, о качестве и приятном вкусе можно забыть. Колбаса получается более жесткой и кислит. Производители по мере возможности стараются как-то все-таки снизить себестоимость продукта, вводя растительные добавки, в частности, вводя животные белки. Но при этом все-таки они обязаны указывать это на маркировке. В состав по ГОСТу может входить лишь один искусственный компонент – фиксатор окраски нитрит натрия. Будьте внимательны, если на этикетке одновременно стоят знаки ГОСТа и ТУ, производитель пытается ввести вас в заблуждение. Цвет колбасы зависит от того, какое мясо в основе. Кстати, эта информация должна быть указана на первом месте в составе продукта. Любые оттенки серого – признак порчи продукта. Колбаса должна легко гнуться, если слишком мягкая, ее не досушили. Влажная – неправильно хранили. На разрезе не должен вываливаться шпик. Желтый оттенок – признак некачественного сырья. Правильные кусочки сала – белые или слегка розоватые. Наши партнеры. Харольский молочный завод. Спрашивайте продукцию в магазинах вашего города. Типография «Макс Принт». Светланская, 145, телефон 225-99. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова